20 минут красивой жизни на 31 канале в эфире бьюти тайм всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула ухоженный мужчина всегда ассоциируется с успехом а забота о своем внешнем виде не должна ограничиваться посещением мастера один-два раза в месяц некоторые несложные манипуляции можно проводить и самостоятельно главное спросить у специалиста как правильно обращаться с различными девайсами и косметическими продуктами профессионалы всегда знают больше даже о таких элементарных вещах как мытье головы обязательно сначала волосы смачиваем после чего немножко выжимаем берем шампунь достаточно одного нажатия наносим на руки растираем его в ладонях чтобы была на руках пена и начинаем мыть не волосы а кожу головы для волос достаточно только пены при этом мы вымоем и кожу и волосы варианты укладки зависит от того как волосы высохли после мытья и каким стайлингом их оформили если мужчина хочет сделать объем в области челки не обязательно использовать фен можно приподнять челку и оставить ее высохнуть естественным путем только после полного высыхания нужно использовать стайлинг если мы используем фен домашнем варианте можно сделать это все руками при этом оттягивая челку чуть чуть не назад чуть чуть вперед и в таком положении сушить ее феном за счет этого создастся вот такой небольшой кок что позволит уже без укладочного средства удержать кладку в таком виде более рафинированный элегантный вид можно создать с помощью пены или геля для волос пудра это сухой продукт который наносится непосредственно на волосы и не просто на волосы а именно на корень волоса не сыпется а вот таким постукиванием раз распределяется на корни за счет этого создается такой матовый эффект при этом волос приподнимать еще один вариант укладки в этой стрижке мы смачиваем волосы чтобы вода именно смочила корни после чего можно использовать либо пену либо гель для волос лучше использовать гель вол для волос средней фиксации для того чтобы сразу не залепить волосы гель наносится также на все волосы начиная либо середина либо затылка после чего мы передвигаемся к челке после чего расческой прочесываем и в таком виде даем средству высохнуть и получается у нас такой классический деловой вариант профессиональное оформление бороды и поддержание формы в домашних условиях тема отдельного разговора но вот один лайфхак от мастера когда в домашних условиях используется шевер чтобы не было раздражения можно наносить на сухую кожу еще тальк наносим тальк вбиваем его волосы после этого только можно избривать машинкой это дает защиту кожи убирает процент раздражения кожа после чего не краснеет мужской вариант заботы о внешности гораздо более лаконичный в сравнении с женским минимум косметических средств и научиться обращаться с ними не так уж сложно это бьюти тайм программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск слушатели этого мастер-класса приехали в челябинск из уфы самары и даже из-за рубежа одна участница приехала из ирана автор мастер-класса ирина недял кого фотограф по-настоящему уникальный всемирную известность ирине принесла серия снимков пожилой пары фотосессия с сергея арктика и валентина была создана в санкт-петербурге на финском заливе фотосессия была в рамках мастер-класса то есть это был фото форум у меня было как раз 30 учеников ну примерно плюс минус 30 учеников очень много чаек а чайки были созданы естественно это не фотошоп это было искусственно приманено то есть мы набрали огромные пакеты с хлебом бросали в небо увидели одну чайку и стали их прикатывать мне очень нравится фильм дневник памяти я обожаю этот фильм и и как раз накануне этой съемки был вышел клип у анжелики вару он назывался мама и вдоль в клипе были такие картинки я сейчас вот у меня даже мурашки поднимут вдоль линии пляжа идет такое поколение мама идет дочка внучка естественно повторяться не хотелось но почему-то хотелось заснять вот именно пожилую пару пожилую пару найти ее было очень сложно мы стали искать по своим родственникам друзьям по организаторе стали рыть носом искать где же на этих героев но к сожалению не нашли если бы были бы у нас живая настоящая пара то есть существующим мы были бы тоже безумно рады то есть пришлось скомпоновать пришлось срежиссировать эту съемку но прошло настолько на ура что вот мы 30 человек когда фотографировали все группы мы были мы были настолько вот тронуты вот этими эмоциями у нас у нас вот мурашки по не знаю слезы текли мы вытирали слезы фотографировали это было очень очень трогательно вот этот ветер волосах чайки звучала вот вот эта вот мелодия почему-то вот в душе все сложилось на ура я выложила себе в социальные сети это был инстаграм контакт фейсбук и потихонечку стали выложил canon официальный сайт canon выложил эту серию потому что я снимала на canon они меня запросили параметры с ее снимков а вот дальше в общем сарафанное радио включилась пошли группы миллионники вконтакте и реально мне где-то по 10 тысяч человек в день добавлялось в инстаграм мне писали со всего мира в канаде было 13 миллионов просмотров только за сутки за сутки китайцы в общем но могу сказать что россия приняла эту серию не совсем конечно штыки но все же было очень много критики люди писали о том что а почему у нее растреплены волосы лучше собрали ей в пучок а почему у нее такая комбинация прозрачная все видно не по возрасту а что же на нем за короткие эти штанишки в общем в общем искали много всего и везде вот европейцы американцы китайцы это они просто хотя я нигде не обманывала я везде написала что съемка постановочная что как у нас происходило действие но они они настолько верили в это чувство возможно просто наша старость то что мы видим своими глазами и старостью европе наверное разные вещи но все-таки не знаю кто хочет тот поверил в любовь и вот самим бы хотелось пройти вот так вот рука в руку и чтобы так серия воплотила жизнь даже в наших историях один из успешных проектов ирины называется дом сказки эти фотоснимки интересны из художественной и с технической точки зрения именно поэтому мастер-классы ирины так популярны среди фотографов мне интересно было изнутри посмотреть как она работает то есть я это увидела я что-то себе взяла и то чего не знала что-то конечно знала но большинство взяла очень нового для себя жду конца второго дня полностью поглотиться во все вот это вот и потом по дороге домой переваривать эту пищу все они воздушные они добрые но они при этом про жизнь они не искусственные сказочные но при этом вроде бы как бы про нас именно то что они живые они настоящие в них нет много обработки да вот еще на делать все на съемочной площадке и на обработку она то есть они тратят много времени и ее практически нет ну есть конечно практически а я всегда говорю что мой успех это успех моих ребят моих студентов у меня было время когда в первую когда я с фотошопом была на ты и методом тыка до того как у меня появилась камера я уже за девять лет знакома была с фотошопом в обработке конечно же когда поступили первые запросы на как вы обучаете обучаете ли вы как вы обрабатываете фотографии я была жательная честно скажу я воспринимала все категоричное нет потому что я думаю как же так это я сейчас свои знания кому-то раздам и вы пойдете завтра снимите лучше меня нет я готова была со своим знанием не увереть и никому ничего не рассказывать да но это все периоды это время и это это время меняет то есть это новый выход из зоны комфорта те люди кто захотят найти информацию не найдут везде где угодно они сами до этого дойдут и почему же не помочь почему не поделиться и для меня сейчас вот для меня это какое-то удовольствие когда я вижу реально в социальных сетях после моих уроков я вижу только фотографы картинки другие они растут я за них искренне радуюсь вижу вижу победа нет ни в коем случае не конкуренция в любом случае ты впереди ты все равно идешь дальше вот это это здорово проф терапевтическая клиника формула эндокринология терапия косметология элементология эстетическая медицина персональный подход к вопросам качества жизни стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории helix клиника формула мы в самом центре челябинска на кирова 159 студия красоты гуфа подготовим к работе и празднику за один час гуфа работаем для вас достойно и доступно телефон 266 400 нутрициология она же элементология главное направление эстетической медицины как она работает и зачем при этом сдают генетический анализ смотрите прямо сейчас обращаться к врачам будучи совсем больными недоброе но все же традиция нашей страны в то время как во многих цивилизованных странах большое внимание уделяет профилактике а значит популярны такие специалисты как диетологи ведь мы то что мы едим нутрициологи специалисты по витаминам микроэлементам и другим необходимым добавкам а также генетики которые выявляют предрасположенность к тем или иным болезням с возможностью предотвратить их наступление генетические анализы можно делать в любом возрасте потому что эти заболевания разные бывают и сердечно-сосудистые заболевания онкологические то есть у них нет вот таких возрастных рамок четких но в основном конечно после 40 лет когда начинаются первые какие-то небольшие симптомы то есть человек еще не знает с чем связаны эти симптомы то есть заболевание ли это то есть мы можем определить либо это начало какого-то заболевания либо это просто 10 каких-то витаминов вот и скорректировать все это до того как появились какие-то осложнения симптомы уже серьезные с которым придется там постоянно бороться лечиться который доставляет именно много дискомфорта в дальнейшей жизни то есть таким образом улучшается качество жизни и человек может небольшим приложением усилий добиться хорошего эффекта то есть у него не будет такого ощущения что он работает на лекарства и постоянно покупает какие-то препараты с нутрициологии связаны еще несколько актуальных вопросов это детоксикация организма устранение дефицита витаминов минералов и биологически активных веществ во-первых люди все считают что витамины нужно пить только весной либо после простудных заболеваний и покупают обычный комплекс витаминов профилактических пропевают и считают что этим они как бы галочку поставили перед своим организмом они все сделали все что можно но дело в том что у нас такой образ жизни недостаточно нам обычно бывает и солнышко и свежих фруктов овощей и довольно таких специфических продуктов которые именно вот микроэлементы нам приносят в организм и соответственно прием просто профилактических комплексов не всегда покрывает вашу потребность в витаминах и микроэлементах потому что во первых там не полный спектр полный спектр невозможно туда заложить эту таблетку она будет очень неудобно для приема вот плюс бывают дефицит именно определенных витаминов когда доза должна быть намного больше соответственно как бы всем людям у кого офисный так скажем стиль жизни то есть они мало бывают на солнце мало занимаются физкультурой именно на свежем воздухе то есть живут в условиях города плюс к этому у них у всех дефицит витамина d соответственно поливитамины которые мы принимаем профилактически они этот дефицит не покрывает вот и эффекта поэтому люди от них особо никакого не ощущают поэтому именно лабораторное обследование составлено индивидуально по потребностям человека по его образу жизни отвечает нам на главный вопрос какой дозе какие витамины нужно принимать и не обязательно это будет огромный комплекс витаминов которые стоят много денег и в котором заложены все витамины возможно они вам все и не нужны в данный момент вам нужен 12 именно то что нужно точечные действия так скажем генетические анализы в челябинске проводит всемирно известная лаборатория которая базируется в санкт-петербурге благодаря грамотной логистики результаты можно получить в кратчайшие сроки на основе этого анализа определяется ход дальнейших действий будет ли это дополнительное обследование узких специалистов или же рекомендации по питанию и приема витаминов другими словами сегодня лучше не ждать когда заболит а заниматься своим здоровьем регулярно и системно вы смотрите программу бьюти тайм продолжаем выпуск за последние годы дизайнеры изображали на футболках какие угодно мысли от текстов песен до политических лозунгов в нашем случае это призыв к легкости искренности и креативности сочетании с мягкими брюками на резинке и шерстяным кардиганом создается острый и динамичный повседневный образ в черно-белом варианте представлены в спортивном стиле тексты выглядят не элегантно но драматично а двухсторонняя модель позволяет дозировать присутствие этого принта буквы и тексты могут также участвовать и в смешанных принтах например сочетаться с полоской или блестящими фактурами в каком бы виде не появлялись на одежде буквы и слова они всегда вызывают интерес и желание рассмотреть прочитать при возможности перевести на русский и понять смысл написанного элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество за которые вам так нравится польская одежда на пушки на 65 и зоне кривой 30 это бьюти тайм красивые подробности красивых событий в формате ноу-коммент в завершении выпуска танцевальные ритмы восьмидесятых дресс-код в стиле диско на этой вечеринке нет ни одного плохо причесанного гостя сапожник может быть и бывает без сапог но к челябинским парикмахерам это не относится они всегда работают по выходным и праздникам но раз в году собираются все вместе чтобы набраться сил и вдохновения так как мои коллеги вообще мало отдыхают и много работают хочется максимально им сделать этот день свободным танцевальным вкусным и счастливым мы очень долго думали и собственно говоря пришли вот такому очень веселому стилю восьмидесятых годов мне кажется это очень жизнерадостный стиль и к нашей профессии это очень близко мы хотели с самого начала дать людям нормально потанцевать вот сегодня мы больше создаем некую такую волшебную атмосферу диска такую яркую жизнерадостную чтобы люди могли спокойно отдохнуть пообщаться между собой потому что многих вот профессиональный праздник это такая одна из немногих возможностей встретиться пообщаться лично да обменяться какими-то новостями самое главное чтобы это было весело потому что тут какая-то такая своя атмосфера позитивная очень все друг друга знают такое доброе теплое отношение друг к другу и вообще теплая атмосфера несмотря на то что конкуренция в этой сфере большая здесь собрались не соперники а коллеги профессионалы которые уверены в себе и своих силах готовые обмениваться опытом и делиться друг с другом позитивной энергией парикмахеры это очень творческие люди есть среди них очень необычные люди это очень энергичные заводные где-то вспыльчивые где-то наоборот мы вообще другие мы космонавты таких людей больше нет я считаю что у нас у нас отдельный мир мы работаем сутки напролет мы мало отдыхаем город живет по другому абсолютно плану все работают днем когда мы то есть нам некогда ходить по магазинам нам некогда отдыхать самое главное наверное мысли творчески понимать людей и чувствовать их чтобы понять то что они хотят и подарить им хорошее настроение красивый образ и улыбку на лицах общение с клиентами получать хорошие отзывы видя счастливые лица людей профессиональный праздник это всегда повод для гордости за свою работу когда как-то особенно ценится твои ежедневные старания день парикмахера в этом году выдался искренним и душевным впрочем каким и должен быть настоящий мастер все сюжеты beauty time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание тв а на этом выпуск завершен до встречи команда beauty time тв благодарит партнеров проекта модный дом я студию макияжа френды имидж-студию елены ивановой а а